Вести Карачаева, Черкесия В России создадут цифровую систему учета племенных животных. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. Подготовлен законопроект о создании информационно-аналитической системы и на этой платформе станет вестись регистрация племенных животных. И также учет хозяйств, которые участвуют в такой работе. Зайти в эту базу данных будет возможно в том числе через единый портал государственных услуг. Причем для всех пользователей доступ будет бесплатным и предоставляться дистанционно. Для органов власти и для агробизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, а также для ученых, работающих в этой сфере. Племенные хозяйства предоставят через эту базу данных, информацию о своих животных, приобретение которых наиболее выгодно для сельхозпроизводителей. Фермеры смогут подобрать для себя самые продуктивные породы. Президент отмечал необходимость создания собственных наукоемких решений в области сельского хозяйства и генетики. И такая новая информационная платформа нужна для прикладных исследований, востребованных у наших аграрик. Она станет хорошим подспорьем для российских производителей мяса, молока, аквакультуры, меда, продовольствия. Поможет повысить конкурентную способность нашего агропрома. В военном комиссариате Карачаева-Черкесии состоялась встреча заместителя председателя правительства республики Ирины Гербековой, министра труда и социального развития Руслана Шакова и военного комиссара региона Сергея Белобородова с гражданами, поступающими на военную службу по контракту в именную роту Карачаева-Черкесии. Ирина Гербекова рассказала будущим участникам специальной военной операции о порядке выдачи им единовременных региональных выплат, и предоставления мер социальной поддержки их семьям в соответствии с указами главы региона. Сергей Белобородов также довел до сведения граждан подробную информацию по обеспечению необходимым обмундированием и соответствующим денежным довольствием. Руслан Шаков, в свою очередь, заверил будущих военнослужащих в том, что за их семьями в кратчайшие сроки будут закреплены социальные работники и сотрудники администрации муниципальных образований, которые будут направлять самые актуальные социально-бытовые вопросы в администрации городов, районов и различные министерства и ведомства для принятия соответствующих решений. В канун праздника Ураза Байрам 19-20 апреля во всех городах и районах Карачаева Черкесии состоятся праздничные ифтары от главы Карачаева Черкесии Рашида Тимурезова. 20 апреля в столице республики будет организован общереспубликанский ифтар от руководителя региона, который пройдет в ресторанном комплексе «Эдельвейс» в 19 часов 15 минут. На праздничный ифтар приглашаются все желающие. В рамках общереспубликанского ифтара будут совершены массовые вечерние молитвы. 20 апреля также в Черкесии для всех желающих верующих будет организован ифтар главы на территории соборной мечети. Начало также в 19 часов 15 минут. Помимо этого в столице региона при поддержке главы Карачаева Черкесии на площадке перед Республиканским драмтеатром благотворительный фонд «Территория милосердия» организует праздничный ифтар, куда также могут прийти все желающие. Кроме того, ифтары, организованные при поддержке главы Республики, пройдут в городах и районах Республики. Правительство Карачаева Черкесии утвердило региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры до 2027 года, которая включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики, а также на повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее модернизации. Программа позволит повысить качество предоставляемых населению услуг в сфере водоснабжения и теплоснабжения и улучшить условия проживания жителей в 14 населенных пунктах Республики. Об этом сообщила заместитель министра строительства и ЖКХ Зульфира Батчаева. Первоначально мы начинаем программу с замены сетей в селе Дружба и с замены водовода. Запланировали, что будет улучшено водоснабжение в Дружбе в поселке Заречном и в ауле Псыш. Объект двухгодичный, который мы предусмотрели на 2023 год. В целом планируем улучшить качество водоснабжения по всей республике, потому что там объекты мы включили по всей республике. Начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5 числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Пока даты выплат различаются в ряде регионов, их переводят с 1 по 15 число, где-то с 16 по 25. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апрель – за апрель. С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны выплаты будут приходить в один день 5 числа за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применяться к пособию за май. Деньги на счет поступят семьям 5 июня. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически. Родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Жители Карачаево-Черкесии, как и России в целом, могут оформить вычет за медицинские услуги и сэкономить до 16 тысяч рублей в год. Оплатившие анализы в 2020-2022 годах могут подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика. Необходимо предложить справку об оплате медуслуг. Проверка будет проводиться в течение трех месяцев. Для возврата налога на счет выделяется еще один месяц. В общественной палате обсудили проблемы кадровой подготовки специалистов с учетом особенностей рынка труда в Карачаево-Черкесии. Этот вопрос не раз становился темой обсуждения на различных совещаниях и круглых столах. Комментирует информацию руководитель общественной палаты республики Елена Лешова. Деятельность образовательных организаций бывает не в полной мере соответствует современным требованиям подготовки специалистов. Мы знаем, что нынешнюю молодежь нужно мотивировать к обучению в системе среднего профессионального образования с последующим трудоустройством, особенно по рабочим профессиям. Их сдерживает выбор непосредственно данных профессий, недостаточная привлекаемость, может быть, хотя я не согласна, но не всегда даже низкая заработная оплата, но может в отсутствие возможности получения жилья и дальшего карьерного роста. 27 апреля «Единая Россия» проведет международную историческую акцию «Диктант Победы». Она пройдет в пятый раз на площадках по всей России, за рубежом, а также онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В этом году основными темами диктанта станут победы Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда. В него также войдут вопросы по Нюрнбергскому процессу. Патриотической акции присоединятся и жители Карачаевой Черкесии. В республике будут работать 50 площадок во всех городских округах и муниципальных районах. Выбрать удобную площадку можно на официальном сайте акции. Дорогами Победы через 34 региона. Культурно-исторический проект в Карачаевой Черкесии. Благодаря ему школьники из разных регионов ездят на экскурсии по памятным местам в исторические музеи, на объекты историко-культурного наследия, в города-герои и города воинской славы. Путешествие по нашей республике началось с Саула-Беслинии. Именно тут в 1942 году местные жители спрятали от немцев детей из Ленинграда, записав их в похозяйственную книгу под фамилиями приемных родителей. Рискуя жизнью, они приютили 32 ребенка, вывезенных из блокадного города. Из Беслиния ребята направились в музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Далее в государственный, историко-культурный и природный музей-заповедник в Черкесске. Присоединиться к проекту может любой желающий. Для этого достаточно просто выбрать на сайте Дороги Победы экскурсию и отправить заявку. 900 школьников из районов и городов республики в этом году пройдут пятидневные сборы на базе Центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности сообщил министр по делам молодежи республики Ибрагим Татаркулов. В этом году по этому направлению будут организованы и проведены пятидневные сборы. Значит, ожидается 30 групп от всех районов Карачаева-Черкесской республики. Общее количество детей, которые в этом году пройдут на базе «Авангарда» пятидневные сборы, в рамках которых будет и теоретическая, и практическая база. Значит, это 900 человек. Достаточно хороший показатель Ибрагим Татаркуловской республики. Помимо этого, следует отметить, что продолжается и развитие материально-технической базы инфраструктуры «Авангарда». Допустим, в прошлом году было оборудовано достаточно большое помещение на Комсомольской 31, достаточно большой квадратуры. Также, помимо этого, для организации и прохождения практических занятий подготовлен призывной пункт. На нем есть двойная полоса препятствий, асфальтированный плац, трибуна, пространство для организации и проведения тактических занятий практикоориентированного характера. И в этом году это направление по улучшению материально-технической базы инфраструктуры будет, конечно же, развиваться. Это и гимнастический городок, это и поле для мини-футбола и так далее. Приобретение, в том числе, и дополнительного оборудования. Проблемы и перспективы развития социального предпринимательства в Карачаево-Черкесии обсудили на круглом столе. Мероприятие собрало порядка 30 заинтересованных участников, среди которых представители органов исполнительной власти и общественных объединений, а также социально ориентированные предприниматели. Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы развития социального предпринимательства в России, его цели, задачи и перспективы, а также нюансы совершенствования законодательного регулирования социального предпринимательства, возможные меры финансовой поддержки социального предпринимательства и другие вопросы. В Карачаево-Черкесии проходит серия мероприятий для предпринимателей. В течение недели бизнес региона ждет шесть образовательных мероприятий в региональном центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Спикером выступает Оксана Муравьева, социальный предприниматель, вице-президент Ассоциации социальных предпринимателей. Автономная некоммерческая организация «Центр содействия, реабилитации и абилитации детей-инвалидов в счастливое детство» стала обладателем гранта благотворительного фонда «Сбера. Вклад в будущее». На средства гранта будет реализован проект «Игра сценарий жизни» – программа коррекционно-развивающих занятий по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 до 12 лет. Об этом рассказала игротерапевт проекта Екатерина Борисова. В рамках этого проекта мы реализуем программу по игротерапии для детей с ментальными нарушениями от 5 лет. Хочу немножечко пояснить о том, что собой представляет метод игротерапии. Это один из инструментов арт-терапии представляет собой игру как средство реабилитации детей с ментальными нарушениями. В чем, собственно, заключается наш проект? Он состоит из нескольких этапов. В частности, вот сейчас тоже один из этапов. Мы информируем жителей Карачаева Черкесской Республики о том, что сейчас реализуется такой проект и приглашаем, если есть показания, детей к участию в этом проекте. После того, как мы проинформируем, у нас будет несколько организационных собраний для семей, которые решили, что им подходит участие в нашем проекте. Встречи будут со специалистом, игротерапевтом, с психологом, с руководителем проекта, где мы подробно расскажем, что будет происходить на протяжении какого времени и какие обязательства у родителей. Потому что для нас очень важно, что родитель, который своего ребенка в наш проект привел, был нам партнером. Стартовал прием заявок на участие в развлекательно-познавательном шоу «Лицо кавказской национальности». Уже этим летом состоятся съемки 16 выпусков первого сезона шоу, направленного на популяризацию традиционных культурно-нравственных ценностей жителей Северного Кавказа. Съемки с известными медийными личностями и представителями активной молодежи будут проходить во всех регионах Северокавказского федерального округа и в Адыгее. Стать участником шоу можно, записав короткое видео о себе и заполнив заявку. Подать заявку до 10 мая могут жители Северокавказского федерального округа и Адыгее в возрасте от 18 до 35 лет. Все выпуски будут транслироваться в эфире крупнейшего музыкального канала Северного Кавказа «Девятая волна». Почти на 80% завершено строительство новой школы села Учкикен Малокрачаевского района. Ее строительство завершится к концу текущего года. Это вторая школа, построенная в селе за последние 7 лет. В 2016 году в самом густонаселенном микрорайоне Камыш-Кулак открылась новая школа номер 11, рассчитанная на 408 мест. Во втором образовательном учреждении, общая площадь которого 16 тысяч квадратных метров, ведутся отделочные работы, монтаж фасада, внутренних стен и перегородок, а также устанавливается новая шатровая кровля. Одна из крупнейших школ в Карачаево-Черкесии рассчитана на 960 ученических мест. Более полутора тысяч саженцев разъехались по районам республики. Компания «Сады Карачаево-Черкесии» поддержала инициативу регионального Минприроды по проведению международной патриотической акции «Сад памяти» и провели раздачу плодовых деревьев. Каждый муниципалитет получил по 125 саженцев, которые отправятся нуждающимся семьям для высадки на огородах и приусадебных участках. Раздача плодовых саженцев – новый формат акции «Сад памяти», который получил название «Сад памяти дома» и реализуется в Карачаево-Черкесии с прошлого года. Республики Северного Кавказа Нарушение с искусственно продленным сроком годности оказалось в социальных учреждениях города Пятигорска. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Нарушение было установлено благодаря системе «Меркурий». Фирма ООО «Амара» из аула «Псыш» Абазинского района переоформила 25 кг говядины, добавив к сроку годности продукции 5 дней. Такая операция нарушает принцип прослеживаемости и вводит в заблуждение потребителей. Продукцию направили в социальные учреждения Ставропольского края в город Пятигорск. Управлением Россельхознадзора ООО «Амара» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства. К 19 годам лишения свободы приговорен житель республиканской столицы за убийство семейной пары в 2018 году. Комментирует информацию старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармограева. Группой государственных обвинителей под руководством заместителя прокурора Карачаева Черкесской Республики Артура Махова поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя города Черкеска. Он признан виновным в совершении убийства двух лиц, заведомо для виновного, находящихся в беспомощном состоянии. С учетом позиции государственных обвинителей и представленных ими доказательств, Верховный суд Карачаева Черкесской Республики вынес обвинительный приговор, назначив подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кикбоксеры Черкеска привезли из города Побратима Невиномыска 15 медалей турнира Кубок Победы. Сборная города завоевала 7 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали. По итогам турнира в общекомандном зачете наши бойцы заняли третье место. Радио России. Карачаева Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаевой Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь, гроза. Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. В горах при порывах до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов. В горах местами плюс 10-15, свыше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В Черкесии без осадков ветер южной четверти 6-11 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 22 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Это что там за базар? К нам приехал Дивный Дар. Рыбка самой Камчатки. Акция. Скидка 10% на черную икру. С 18 по 23 апреля. Впервые Дивный Дар в Черкесске. Остановка Рыноконечная на Кругу. 0+. Все подробности уточняйте у продавцов. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова